С каждым годом все больше бойцов нового поколения стремятся покорить UFC, среди которых особое место занимает Мафсар Явлоев. Пока остальные привлекают к себе внимание громкими высказываниями, малословный ингурский боец предпочитает выражаться только в клетке. Скоро ему предстоит очередной шаг к вершине. Отличный повод вспомнить бойцовский путь Явлоева, который уже много лет не знает себе равных. Мафсар родился и вырос в городе Сунжа на северо-востоке Ингушетии. С раннего детства он занимался различными видами спорта, но к 12 годам сосредоточился на греко-римской борьбе. За годы на ковре Явлоев сумел пять раз выйти в финал первенства республики, однако каждый раз проигрывал одному сопернику и со временем решил оставить ковер. К 17 годам он начал заниматься ММА, присоединившись к бойцовскому клубу Нарт. За последующие три года Явлоев активно участвовал на различных турнирах по любительскому панкратиону и боевому самбо, благодаря чему сумел оперативно трансформироваться в бойца смешанного стиля. Первый профессиональный бой по ММА Мафсар провел в 2014 году, где на турнире М1 в рамках легчайшего дивизиона встретился с китайским бойцом Джан Вэйхием. С первых минут Явлоев перешел в наступление, нагружая соперника волнами атак. Китаец бросился за тейкдауном, но попался на контр-бросок и последующее распятие. С большим трудом пережив первый раунд, Фий на старте следующего отрезка был намного успешнее. Явлоев находился в тяжелом положении, но сумел вырваться из захвата, а уже через полторы минуты завершил поединок. После успешного дебюта, дальше Мафсар вновь разделил ринг с представителем Китая, Женхонгом Лю. На этот раз поединок продлился все три раунда, где ингушский боец одержал волевую победу единогласным решением. Женхонгу приходится, собственно говоря, что и требовалось ожидать. Пройдя проверку на прочность, Явлоев столкнулся с бойцом из Ростова Андреем Сыроваткиным. Теперь Мафсар ухватило всего одного раунда, чтобы расправиться с соперником. После третьей победы подряд Мафсар встретился с перспективным бойцом из Якутии Дулустаном Акимовым. В середине второго отрезка Явлоев вышел на удушающий захват и нанес оппоненту первое поражение в карьере. Набрав приличный ход, 22-летний Мафсар впервые получил возможность выступить на номерном турнире М1. Соперником стал чемпион Украины по фрифайту и мастер спорта по боевому самбо Александр Крупенкин. С первых секунд Явлоев перевел поединок на канвас. После короткой борьбы в партере он забрался в фулл-маунт и включился в граунд-энд-паунд. Мафсар нанес свыше 100 безответных ударов, но только когда соперник совсем перестал сопротивляться, Рейфери наконец остановил поединок. Явлоев одержал первую победу техническим нокаутом и ворвался в элиту легчайшего дивизиона. Достигнув рекорда 5 к 0, Мафсар получил в соперники опытного гейткипера Ли Моррисона. Американец под прозвищем Бульдог должен был стать настоящей проверкой для молодого бойца, но разница в классе оказалась слишком велика. Явлоев господствовал в ринге, не отдавая оппоненту ни пяди пространства и одержал победу единогласным решением. После доминирующей победы над крепким ветераном, Мафсар моментально получил возможность побиться за временный титул. В главном событии 76-го турнира М1 он встретился с уроженцем старого «Оскола» Алексеем Невзоровым, который шел на серии из трех побед подряд. После разведки на дистанции Явлоев пошел на штурм. Солидно потрепав соперника, в середине второго раунда Мафсар исполнил финальный удар. Явлоев оформил самый яркий финиш в карьере и заработал право встретиться с полноправным обладателем титула. Поединок за звание неоспоримого чемпиона М1 в легчайшем весе состоялся в горах Ингушетии, где на родной земле Мафсар столкнулся с действующим обладателем титула Павлом Витруком. Явлоев громил соперника на протяжении пяти раундов, господствуя абсолютно во всех аспектах ММА. Витрук сопротивлялся, но разница в мастерстве была слишком большой. Ингушетский боец одержал победу единогласным решением и в 23 года стал чемпионом одного из самых престижных промоушенов страны, но все только начиналось. В первой защите титула Мафсар скрестил перчатки с представителем Казахстана Сергеем Морозовым, который имел пять побед под ЭГИДМ-1. На старте поединка Морозов нанес серию плотных комбинаций, однако как только Явлоев прорвался на ближнюю дистанцию, интрига исчезла. Ингушетский боец шел вперед, сжирая соперника чудовищным давлением. Настоятельно помучав претендента в третьем раунде, Мафсар запрыгнул за спину и замкнул удушающий захват. Явлоев оформил очередную яркую победу и подтвердил звание чемпиона. Впервые отстояв чемпионский титул, Мафсар вернулся в горы Ингушетии, где его поджидал Рафаэль Диас, шедший на серии из трех побед. На церемонии взвешивания бразилец попробовал стянуть пояс, но Явлоев не стал препятствовать, гостеприимно вручив титул сопернику. Однако, когда отгремел гонг, Мафсар оставил в стороне былое великодушие и стал вколачивать оппонента в ринг. Второй раунд Диас также провел на спине под градом ударов. В третьем отрезке претендент все же продемонстрировал свои притязания на титул. Явлоев находился в сложной ситуации, но проявил железную выдержку и выбрался из захвата. Поединок добрался до пятого раунда, где уже на первых секундах чемпион выстрелил точно в челюсть. Бразилец выключился сразу, однако Мафсару пришлось нанести больше десяти ударов, прежде чем рефери решил вмешаться. Чистый нокаут проложил Явлоеву дорогу в первый промоушен мира. В очередной раз отстояв титул М1 и достигнув рекорда 10 к нулю, 25-летний Мафсар получил контракт с UFC. В новой организации Явлоев решил отказаться от изнурительной весогонки и выступить в полулегком весе до 66 килограммов. Первым оппонентом стал Сен Вучой, который наравне с ним дебютировал в Большой Лиге. Как только рефери дал команду, Мафсар пошел в атаку, разъедая соперника вездесущим прессингом. В попытках остановить этот напор, Кореид стал применять запрещенные удары. Все же Явлоев доминировал на протяжении трех раундов и одержал единогласную победу. После уверенного дебюта дальше Мафсар сошелся с победителем Ultimate Fighter Энрике Барсолой. На этот раз Явлоев работал в стойке, смело обострял и вкладывался в короткие серии. Перуанец, уступив первый раунд, в следующем отрезке пошел в контрнаступление и за счет агрессии забрал пять минут. Все решалось в третьем раунде, где Явлоев выложил последние силы и сумел вырвать победу. Тяжелый поединок показал, что Мафсар способен брать не только техникой, но и характером. Следующим соперником стал Майк Гранди, идущий на серии с девяти побед подряд и не проигрывавший уже пятый год. Будучи выходцем из вольной борьбы, уже на первой минуте англичанин провел тейкдаун, но Явлоев выбрался из партера четырехбальным броском. Гранди спешно вернул действие на канвас, где вышел на удушающий прием. Дарс был плотный, однако ингушский боец сумел вырваться из захвата. Выдержав стартовый штурм, Мафсар постепенно перехватил инициативу и стал разбирать соперника в стойке. Англичанин все полагался на борьбу, но Явлоев выскальзывал из любых положений. Поединок продлился все три раунда, по истечению которых боец из России одержал победу единогласным решением. Мафсар шел на серии из трех побед подряд и мог рассчитывать на соперника из стопа, но когда ему предложили на двухнедельном уведомлении встретиться с ветераном Ником Ленцом, он был только за. После короткой перестрелки бойцы перешли к борьбе, где американец вышел на фирменную гильотину. Явлоев оказался в крайне опасной ситуации, однако, как и прежде, хладнокровно выбрался из захвата. После нервного первого раунда Мафсар стал постепенно раскрывать свой боевой арсенал. Ленц продолжал охотиться за сабмишином, но все попытки были тщетны. В третьем раунде, где решалось имя победителя, Явлоев окончательно переломил ход встречи. В итоге поединок добрался до судей, которые раздельным решением встали на сторону ингушского бойца. Прорвавшись в топ-15, Мафсар столкнулся с чемпионом мира по муайта и Хакимом Даваду, который держал серию из пяти побед подряд и в последнем бою одолел Тухугова. После короткой работы в стойке Явлоев обрушил канадца на канвас, где стал терзать в партере. Во втором отрезке Мафсару хватило 15 секунд, чтобы вернуть поединок на настил. Только в третьем раунде Даваду удалось нанести свой единственный значимый удар, но Явлоев быстро пришел в себя и довел поединок до победы. Ингушскому бойцу 28 лет. Он ведет серию из 15 побед подряд и не знает поражений на профессиональном уровне. Скоро Явлоеву предстоит самый сложный вызов в карьере, открывающий дорогу к титульной гонке. Доберется он до вершины или все-таки познает себе равного, покажет ближайшее будущее.